Два километра веревки, тысяча прищепок, пять килограммов сушек и больше ста участников. Фотовыставка «Сушка» завоевывает поклонников в России. О том, что это за мероприятие и как оно прошло в Красноярске, расскажет наш корреспондент. Смотри в молодежный форум. Печатная фотография стала редким явлением в современном мире цифровых технологий. Но на выставке «Фотосушка» красноярцы вспомнили те времена, когда проявленные снимки сушили на веревках с помощью бельевых прищепок. Само мероприятие такого формата проводилось впервые год назад в Санкт-Петербурге. После этого такой формат начали все города у себя пробовать, проводить, и мы не могли оставаться в стороне. Организовали, получилось, по-моему, очень здорово. Ежегодно выставка проходит практически во всех городах России. Она дает возможность заявить о себе не только профессиональным фотографам, но и любителям. Любой участник мог принести свои работы и повесить их на веревке с помощью бельевых прищепок, а взамен забрать любые другие. Фотографии авторы подписывали. На обратной стороне снимка могли оставить свои пожелания и координаты, а также пояснить, при каких обстоятельствах он был сделан. А вот пейзаж, как я понял, что вот Камчатка. Он фотограф, путешествовал на Истонске в Красноярск в рамках велосипедного путешествия. И вот сделал такую фотографию. Участники признаются, к фотослужке они отнеслись серьезно. На выставку принесли только самые интересные и необычные работы. Был в зоопарке, снимал там для себя. Ну, подошел к страусу, страус вообще животное любопытное было. Он подошел к решетке, открыл клюв, пасть, его снял. Ну, просто удачно вообще следующее, что у него там внутри, что он ел. Я состою в молодежной организации, которая по стажировкам по всему миру занимается. Вот, и я попросил ребят, которые были на стажировках, прислать мне свои фотографии. У нас здесь 50 фотографий из различных стран, Индии, Бразилии, Китая, Колумбии, Пакистана. Полина – фотограф-любитель. Искусством фотографии занимается уже 4 года. Девушка признается, современная цифровая техника ей не очень интересна. Поэтому в основном снимает на отечественные фотоаппараты советских времен. Вот эту я люблю больше всего. Знаете почему? Она была снята на зенит, который немножечко неисправен. Классный кадр. Мы шутим, что у девочки из головы торчат рожки. В первой красноярской фотосушке участвовало больше ста человек. Порядка тысячи снимков сушились на веревках в парке Краевого дворца молодежи. Любой желающий мог тут же сфотографироваться и получить свой портрет на память. Мы здесь развлекаем народ, фотографируем, сразу печатаем. Все мероприятие сопровождалось выступлением музыкальной группы, поэтому скучно не было. Не было и голодно. Помимо веревок и прищепок на мероприятии в огромном количестве присутствовал и другой атрибут-символ – сушки. В самом парке участники выставки могли подкрепиться. На площадке стоял стол, где все желающие пили чай с сушками. Этот проект был создан недавно, однако уже завоевал большую популярность в России. Ведь плюсов множество – новые знакомства, обмен опытом, интересное общение. Люди свои работы покажут, другие, может быть, это увидят, оценят. Но это какая-то все равно обстановка, атмосфера, и это сближает людей. Мне кажется, в этом есть смысл. По словам организаторов сушки, уже активно обсуждается вопрос о выходе выставки на международный уровень. Возможно, в ближайшем будущем фотосушка найдет своих поклонников далеко за пределами нашей страны. Смотри молодежный форум.